с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 22 декабря в россии отмечается день энергетика соответствии с указом президиума верховного совета ссср от 23 мая 1966 года в день открытия 1920 году 8 всероссийского съезда советов который утвердил государственный план электрификации россии гойл-ро указом от 1 ноября 1988 года отмечается третье воскресенье декабря ну а в последние годы вновь 22 декабря также сегодня международный день бардовской или авторской песни это самый короткий день в году а долгий зимний вечер пожалуй лучшая возможность и время для того чтобы собрать друзей послушать исполнить любимые песни вспомнить имена ушедших бардов и узнать новые добрые песни добрые люди один из неофициальных девизов неофициального праздника также сегодня день образования пенсионного фонда российской федерации теперь родившихся 1858 год в этот мир приходит джакомо антонио доминико микеле секунда мария пучини или просто джакомо пучини итальянский оперный композитор один из ярких представителей направления веризм в музыке некоторыми исследователями называется крупнейшим после верди итальянским оперным композитором в 1937 году родился эдуард успенский писатель отец чебурашки крокодила гены и кота матроскина 1972 год в этот мир приходит ванесса шанталь паради французская актриса певица и модель теперь некоторые исторические события 1216 год папа гонори 3 утверждает орден странствующих проповедников или просто доминиканцев основателем ордена был испанский дворянин доминик отсюда и доминиканцы члены ордена называли себя божьими псами а на их знамени были изображены псы которые разрывают на части тела еретиков 1666 год на последнем заседании церковного собора в кремлевском чудовом монастыре вынесен приговор патриарху московскому всеяруси никону инициатором суда на котором в качестве иностранных наблюдателей присутствовали патриархи александрийский и антиохийский выступил царь алексей михайлович который обвинил никона в замысле поставить власть церковную выше государственные но знаменательно что собор при этом полностью одобрил породивший раскол никоновой реформы богослужения и подтвердил анафему старообрядцем патриарха лишенного сана простым монахом ссылают ферапонта в монастырь под вологдой а затем переводят под более строгий надзор кирилла белозерский монастырь откуда он отпущен только в 1681 окруженный почитателями никон умрет на 77 году жизни в ярославле на обратном пути в москву 1882 год помощник эдисона эдвард джонсон придумал елочную электро гирлянду который украсил зеленую красавицу у себя дома на рождество но как и ранее елки еще долго украшали обычными свечками впервые же реклама электрогирлянд была опубликована в декабре 1901 года а популярными они стали только с 20-х годов прошлого века 1938 год на глубине 75 метров близ устья реки чалумна впадающий в индийский океан в юар выловили неизвестную полутораметровую серебристо-голубую рыбину прибывший на место событий специалист профессор джеймс смит называет ее в директора из лондонского городского музея марджери кутин и лати мер это она сумела разглядеть в улове траулера чудо их теологии открытие сенсационно ведь рыба принадлежит к отряду целокантов как считалось абсолютно вымершему как и все кистеперы уже в меловой период то есть более 70 миллионов лет назад лишь через 16 лет после первой находки между мадагаскаром и восточной африкой удастся поймать вторую латимерию 1946 год сыграны первые матчи на первенство ссср по хоккею с шайбой про канадский хоккей в стране знали и до войны но совершенно не одобряли считали игрой индивидуальной и примитивной на вопрос следует ли у нас его культивировать журнал физкультуры и спорт отвечал резко отрицательно но все-таки канадский хоккей быстро стал национальным видом спорта и в россии и поэтому когда говорят какой национальный спорт номер один все-таки не футбол 1969 на экраны ссср выходит комедия георгия донелли не горюй по мотивам романа французского писателя первой половины 19 века клода тилье мой дядя бенджамин фильмы сыграл блестящий актерский ансамбль вах танки кабидзе софи ко чуарелли анастасия вертинская велико анджепаридзе в силу незнания французской жизни режиссер решил перевести действие на грузинскую почву 1976 первый полет советского аэробуса ил-86 он построен о кб ильюшина под руководством главного конструктора новожилова гигантский широко фюзеляжный самолет рассчитан на 350 пассажиров 1981 году на ил-86 было установлено 18 мировых рекордов скорости в полете по замкнутому маршруту с нагрузкой от 35 до 80 тонн самолет производился серийно с 1980 по 1993 год на авиационном заводе воронеже всего выпущено 106 машин в настоящее время ни один из находящихся в летно пригодном состоянии самолетов не эксплуатируется на коммерческих маршрутах 1989 впервые после возведения берлинской стены открываются для свободного прохода жители фрг и гдр брендербургские ворота тем временем спустя неделю после начала в румынии антиправительственных волнений свергнут авторитарный коммунистический режим николая чушеску диктатор который лишился поддержки собственной армии под ликующие возгласы демонстрантов на вертолете бежит то есть покидает президентский дворец бухаресте к власти временно приходит оппозиционный фронт национального спасения и 25 декабря чушеску и его жену елену расстреляют по постановлению чрезвычайного военного трибунала 2001 год появляется на свет первая клонированная кошка копикет кошка копия она была обязана своим рождением генетическим манипуляциям ученых из университета штата техас клона предъявляет публике в середине февраля когда становится ясно что рукотворное живое существо вполне здорово и ничем не отличается от прочих домашних питомцев но еще об одном событии подробнее 1885 год американскому изобретателю из кони айленда нью-йорк маркусу томпсону выдается патент на аттракцион американские горки в 1884 томпсон которого называли отцом основателем этого аттракциона открывает в бруклине необычное веселительное устройство железную дорогу с вагончиками которые бегут со скоростью 6 миль в час по проложенным по крутым спускам и подъемом рельсам развлечение мгновенно получает колоссальную популярность люди выстраивались длинные очереди чтобы захватив дух пронестись вниз с очередной горки это обстоятельство позволило томпсону окупить инвестиции в постройку аттракциона в 1600 долларов всего за три недели интересно что деревянная американская горка в лунопарке города сьюз килда в австралии построена по проекту маркуса томпсона в 1912 году функционирует до сих пор без реконструкции с вами был николай пивненко в проекте дата